Иван Вальдинович, а вот вы упомянули сейчас Элу Александровну Панфилову, ведь когда-то Элла Александровна Панфилова была человеком с очень таким человеческим лицом, я бы сказал. У меня есть одна общая претензия как политика, то, что систему, которую создали, она абсолютно не жизнеспособна, она тормозит развитию страны, она делает страну неконкурентоспособную, ее надо менять абсолютно. Если они этого не понимают, понимаете, жизнь заставит. Известная правозащитница потом она была и возглавляла Совет Президентский по правам человека, и была уполномоченным по правам человека, и все правозащитники, допустим, члены Московской, Хельсинской группы, всегда с большим уважением и теплотой, они отзывались, но вот сейчас, допустим, та же Любовь Соболя, она очень критически настроена к Элле Панфиловой и, конечно, ко всем членам ЦИФР. Позор вам, Александр! Позор! Мне давно уже позор с вашей стороны. А как вы вообще оцениваете роль Эллы Александровны вот в этом политическом кризисе? Ну, смотрите, Андрей, я тоже давно знаю Эллу Александровну Панфилову. Мы вместе с ней были во фракции «Демократический выбор России» в городе Мурыча Гайдара, в Первой Государственной Думе. И после этого мы с ней встречались несколько раз, и всегда она производила на меня впечатление очень такого трепетного, порядочного и разумного человека. Я не знаю, что произошло с Эллой Александровной за это время, какие угрозы в ее адрес, в адрес ее семьи, близких поступили, поступают. Потому что все, что она делает сейчас, абсолютно не соответствует, она все-таки не молодой человек, не соответствует идее прошлой жизни. Вообще, вот имиджу, ее убеждениям, ее заявлениям, если хотите, ее стилистике. И, конечно, это было, когда рассматривали жалобу Любови Соболи, и Любовь Соболи, и юрист, в общем, они оставили камни над позицией Центральной избирательной комиссии. Элла Александровна выглядела жалко, мне было за нее жалко и стыдно, потому что все эти попытки закричать, перекричать, ничего не сказать по сути, против аргументов о Любови Соболи, в общем, выглядели достаточно неприлично. Вы пренебрегли, и вы не знаете, судя по тому, что вы сказали, вы больная невежая. Я удивляюсь, что вы закончили с красным дипломом. Дай Бог ей здоровья, но мне кажется, что все-таки внутри фундамент, основа у нее хорошая. И я думаю, что она сейчас, во-первых, много раз пожалела, что она согласилась возглавить Центральную избирательную комиссию. Никакие номенклатурные блага, никакой комфорт, никакие деньги в конечном итоге не заменят состояние души. По-моему, Говард Хьюз говорил, что на самом деле каждый человек живет с собой, но при этом нужно постоянно заботиться, чтобы это была хорошая компания. Что-то мне подсказывает, что Уэлла Александровна самой, с собой давно плохая компания. А это не добавляет здоровья и счастья, несмотря на все те блага, которые она получает как яркий представитель нынешней правящей номенклатуры. Да, но в то же время она же на заседании комиссии признала те проблемы, которые есть при сборе подписи кандидатов. И сказала, что она во главе ЦИК, и весь ЦИК будет вырабатывать такие правила игры, которые позволят на следующих выборах воспользоваться своим пассивным избирательным правом всем желающим. Потому что она признала, что и огромное количество бюрократических тонкостей, которые не позволяют пройти этот барьер, и вообще само количество подписей и так далее. Чем больше мы рассматриваем вопросы, связанные с процедурами сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность в том, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. Может быть она как-то сейчас отступила назад, чтобы потом сделать прорыв. Ой, я тут обращаюсь к зрителям вашего канала, посмотреть, пересмотреть миниатюру Романа Карцева. Значит, у нас будет все хорошо. У нас все будет хорошо, да, все будет хорошо. Но завтра. Ничего не, но завтра. Вот завтра. Ну что, а так нет, так у нас будет лучше, если мы доживем, конечно. Мы же часто не доживали же. Поэтому Желаницкий же прав, как один из авторов, миниатюр для Романа Карцева и Виктора Ильченко, к сожалению, их нет уже в живых, который говорил, что ж мы так всю жизнь живем, между темным прошлым и светлым будущим, все время в сером настоящем. Поэтому все эти рассказы о том, что мы вот, я останусь на своем посту, и мы сейчас будем продолжать делать подлости и гнусности, но ради светлого будущего оставляют все время вот это серое, настоящее. Поэтому Александровне необходимо сделать, с моей точки зрения, несколько очевидных вещей. Первое. Перенести выборы в Московскую городскую думу на конец этого года. Ну, первой, второй декаде, декабря 2019 года. Распустить Московскую городскую избирательную комиссию. Отдать под суд ее председателя Валентина Горбунова. Да, и всех членов. Да. И окружной комиссии. А в отношении остальных членов провести служебное расследование. Дальше. Следующие выборы в декабре провести по процедуре регистрации подписи электронных через портал Госуслуг. Про что она говорила. Тогда я поверю в чистоту ее помыслов и буду первым, кто извиниться передел Александровной. Скажу, что я был неправ и тот тактический маневр, который она применила, не регистрируя Соболи и отказав ей и другим кандидатам удовлетворение их жалоб за отказ от регистрации Московской городской избирательной комиссии, было тщательно продуманным шагом зрелого политика и человека, который действительно заботится о том, чтобы в России а. сохранилась избирательная система как таковая, б. выборы были честными, легитимными и прозрачными. Субтитры создавал DimaTorzok